Пресс-конференция президента Владимира Путина транслировалась вчера на всех центральных телеканалах. Длилась она 4 часа. Спектр тем был, как всегда, широким. Внешняя политика России, борьба с коронавирусной инфекцией, социальная политика. Губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил, что хотя вопросы задавались из разных регионов страны, было много и типичных для всех регионов. Проблемы сходные, но решение их может быть разным. Существуют они и в Магаданской области. Работа с ними – главная задача правительства регионального центра Колымы. Позиция президента по этим проблемам, конечно, она принципиально важна. И Владимир Владимирович еще раз подчеркнул в своих ответах о принципиальном отношении, в своем принципиальном отношении, качество решения проблем, скорость реакции на решение проблем простых людей, россиян. То, что должна делать власть, как бы тяжело и не было. И в системе здравоохранения, в ЖКХ, в росте доходов граждан. Все-таки социальный блок был очень большой. Вы, наверное, сами это видели. Большой блок вопросов был посвящен внешней политике, потому что она не может не волновать россиян. Мы видим, что происходит. Новый мэр Магадана отметил, что ничего необычного в вопросе от магаданского журналиста президенту не прозвучало. Владимир Владимирович, в принципе, ответил так, что действительно и глобальная политика, и региональная политика, и внутренняя политика Российской Федерации в течение всего года, конечно, была именно такая. И со знаком плюс, и со знаком минус. Со знаком минус, конечно, оценивали то, что у нас нежданно-негаданно пришла коронавирусная инфекция. И, как и отмечено было на пресс-конференции, мы не знали, как с этой инфекцией бороться. И я вообще для себя сравниваю вот эту ситуацию. Это все равно, что идет некая такая бактериологическая война. Но когда идет война, ты точно знаешь, где враг, откуда могут запустить то или иное бактериологическое оружие. Но то, что пришло в виде ковида на территории всех практически государств мира, мы это, конечно, не знали. Не знали, как лечить. Не было вакцины, не было методик. В мире растет напряжение, и мы не можем быть к этому равнодушными. Президент нашей страны подчеркнул, что год был сложным. И в целом Россия справилась с трудностями лучше, чем любая другая страна. В Магаданской областной думе депутаты приняли бюджет на 2021 год. Доходы предложили увеличить до почти 48 миллиардов рублей. Объем безвозмездных поступлений из федеральной казны станет больше – 12,5 миллиардов рублей. Расходы тоже предложили увеличить. А дефицит областного бюджета планируют сократить до 935 миллионов. А это 3,2% от общего объема доходов. Один из главных источников бюджета региона – налоги. Налоги и неналоги доходы в 2021 году в составе 25,5 миллиардов рублей. Также основными остаются налоги на доходы физлиц, налог на прибыль, НДПИ и налог на имущество организации. Безвозмездные поступления включены в тех объемах, которые нам были известны на дату формирования бюджета, в объеме 11,4 миллиардов рублей на 2021 год. Экономически 2020 год был неплохим, утверждают эксперты. И в 2021 год регион входит увереннее, отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Одной из главных целей сформированного бюджета Колымы он назвал – повышение уровня доходов населения. Заработная плата сотрудников должна быть защищенной. И главный вопрос следующего года, который волнует всех колымчан и работников бюджетной сферы, государственной службы, я буквально в течение недели с этим достаточно активно сталкиваюсь, это, конечно, уровень дохода и уровень зарплаты. И мы должны сделать, чтобы эти доходы были защищены. Знаменитое соотношение, мы даже пошли вперед, может быть, сопережение. Это классика, 70% дохода гражданинам должно быть гарантировано. Это твердая оплата труда, 70%. 30 премий на отбавки, переменная часть, то, что можно потерять, если присутствует субъективный фактор. Более 60% средств от общего объема расходов планируют выделить на финансирование социальной сферы, реализацию указов президента, софинансирование национальных проектов. Также на образование направят более 9 миллиардов рублей, а на здравоохранение – почти 6. Кроме того, предусмотрена индексация всех социальных выплат. Бюджет утвержден. Бюджет достаточно сбалансирован, хотя он сегодня и с дефицитом, если говорить по основным параметрам. Но мы выходили из наиболее реалистичных показателей. У нас есть расчеты и планы, то, что объем бюджета по доходам, он в течение бюджетного года будет меняться. И в сторону увеличения. И тому пример – это как раз бюджет 2020 года, где мы начали бюджетный год с 37 миллиардов рублей общих доходов, а вышли на 46 миллиардов рублей. По словам Сергея Абрамова, прирост доходов должен быть и по добыче золота, потому что цена на драгоценный металл держится стабильно. Депутаты практически единогласно приняли бюджет Магаданской области на 2021 год. Первое аппаратное совещание под руководством нового мэра Магадана состоялось в мэрии областного центра. На повестку дня вынесли вопросы о работе учреждений столицы Колымы, обсудили работу школ, в том числе и в пандемию, вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, расчистку дорог, количество преступлений и происшествий в Магадане, работу муниципальных учреждений в условиях тяжелой эпид-обстановки. По словам специалистов, 200 доз для вакцинации от COVID-19 уже доставлено в Магадан, но в ближайшее время ожидают поступления в регион дополнительной партии лекарства. В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой школы работают в особом режиме. Светлана Калмогорова рассказала о том, как проходит обучение в общеобразовательных учреждениях Магадана в период пандемии. На совещании мэр Магадана отметил, что строительство второго входа в одной из школ Магадана проводится давно. Эту проблему необходимо решить в кратчайшие сроки. Мы его завершали, Юрий Федорович. Очень долго. Долго. Действительно. Я не думал, что после того, как такие условия создали для подрядчика, он нас подведет, дай бог, чтобы второе полугодие началось с организации второго входа в школу, потому что школа большая, мы и раздевалку там делаем вторую, раздвигаем микроскопическую на входе в старое здание. Давайте на Юрию Михайловичу поручение, чтобы разобрался и в каникулы, чтобы все закончили и пришли на третью четверть, на второе полугодие. Церемония памяти Вадима Козина, великого поэта, вокалиста и композитора прошла сегодня на Марчаканском кладбище. Почтили память выдающегося музыканта, жителей Магадана и работники музея-квартиры Вадима Козина. Магаданцы возложили цветы на могилу музыканта и вспомнили о достижениях композитора. Сегодня канун даты смерти Вадима Алексеевича Козина, нашего земляка, который большую часть жизни прожил здесь, в Магадане. Композитор, певец в первую очередь, поэт, человек, который пел для Магадана. И сегодня в городе работает музей Вадима Алексеевича, и многие гости нашего города считают за честь прийти, познакомиться с творчеством опального орфея, как его назвали в свое время. Ну и для нас это тоже сегодня определенная достопримечательность. Траурная церемония памяти великому музыканту Магадана завершилась звоном в колокол на могиле Вадима Козина. Руководство областного центра Колымы заявляет о необходимости признания места захоронения музыканта объектом культурного наследия. В связи с этим в следующем году будут проведены необходимые реставрационные работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова